Ну и теперь о спорте. На чемпионате мира по футболу в Бразилии стартовал 11-й день игровой. 11-й день. Россия продолжает свой тренировочный путь, турнирный путь на первенстве, разумеется. Этим вечером наши ребята в Рио-де-Жанейро сыграют против сборной Бельгии. Матч пройдет в 8 часов по московскому времени. Главный тренер российской команды Фабио Капелло заявил, что он не переживает за своих подопечных. Он верит в них, несмотря на ничью в первом матче чемпионата против Южной Кореи. Итальянский специалист отметил, что отдает должное сборной Бельгии. Сейчас она возглавляет группу H. Мы делаем, пока делим второе место с корейцами. Ну посмотрим, что будет после сегодняшнего вечера. Команда Бельгии очень расчетливая команда, очень сильная, с характером. И прежде всего, это компактная команда с несколькими опасными фланговыми игроками. Таким образом, я испытываю огромное уважение к сборной Бельгии. Но у меня есть куда большая вера в мою команду. Ну и чего ждать сегодня от нашей сборной? И вообще, какие турнирные перспективы у команды России? У нас в гостях бывший нападающий сборной России и участник чемпионата мира 2002 года Руслан Пименов. Ну и с ним побеседует мой коллега Дмитрий Жичкин. Ему слово я передаю. Дима, приветствую тебя. Андрей, большое спасибо тебе. Привет. Сегодня решающий во всех смыслах матч сборной России против Бельгии. Нам нужна победа. И давайте действительно обсудим эту встречу. Давайте обсудим перспективы нашей национальной команды с бывшим нападающим нашей страны и участником чемпионата мира 12-летней давности. Руслан, добрый день. Спасибо большое, что пришли. Как вам вообще чемпионат мира? Каковы перспективы сборной России в этом важнейшем матче против Бельгии? Добрый день. На самом деле перспективы, я надеюсь, положительные, потому что первый матч был волнительный, как и в 2002 году, когда мы начинали, тоже было волнительно, но мы выиграли этот матч. Наши сыграли тоже достойно, в ничью забрали очков. Там при плохих погодных условиях, в том плане, что было очень жарко, душно, и от игроков сборной России тоже постоянно говорится, что в таких условиях еще не доводилось играть. Но команда, опять же, все играет в одинаковых условиях. Так что есть положительный момент, потому что наши удачно сегодня сыграют. На чемпионате мира действительно в Бразилии очень серьезные погодные условия, непростые, влажность высокая, многие говорят о том, что не галлюцинации, как Владио Маркизио, полузащитник сборной Италии, об этом рассуждал. Но, тем не менее, 12 лет назад матч против Бельгии был последним в группе, тогда нас устраивал ничейный результат, но, к сожалению, проиграли мы и в итоге не попали в плей-офф. Сегодня нас ничья не устраивает, она, по большому счету, мало нам что дает в перспективе по выходу в плей-офф чемпионата мира. Нам нужна победа, но вместе с тем фавориты бельгийцев. Вот какие козыри есть у нас в игре против этой молодой, но очень талантливой и действительно звездной сборной? У нас козырь – это дисциплина, которую Капелло привил команде. И мы видим то, что пусть у нас нет таких уже, допустим, ярких игроков, как, допустим, Аршайен был на чемпионате Европы, до этого Титов, Карпин, но сейчас есть дисциплина, которая помогает делать результат. Мы вышли с первого места в отборочном цикле из группы, обошли Португалию, тем самым доказав, что у нас команда. А это самое главное, и для болельщиков это приятно смотреть. Пусть, да, сейчас первый матч неположительный, сыграли ничью, но ряд обстоятельств и ряд надежд есть, что мы все-таки-то обыграем Бельгию, и на это есть объективные причины. 12 лет назад вы сыграли и против Туниса, и против Японии, и с Бельгией не вышли на поле. В составе сборной Бельгии есть человек, который нам более чем знаком. Главный тренер Марк Вильмутс, тогда он капитанил в сборной Бельгии, был одним из лидеров той команды. Каким он запомнился человеком, каким он запомнился игроком, и на ваш взгляд, какой он тренер? Как игрок запомнился очень подвижный, энергичный, всегда нацелен на ворота. Ну а как тренер мы видим, что Бельгия опять коснулся отборочного цикла, провела просто безукоризненно. И команду сделал такую самую чуть ли не опасную вообще на этом чемпионате мира, так как это теневая сборная, будем так говорить. Молодой поколение бельгийцев очень сильное, и все играют в ведущих клубов. Но если вспомнить опять 2002 год, у Бельгии получилась, наверное, лучшая игра за последние 15 лет, на тот период, они забили красивым мячи нам, но на что мы только смогли забить два. И такое бывает в футболе, что у одних все получается, у других ничего. Ну, у Марка Вильмутса есть ведь дилеммы своеобразные. С одной стороны, состав, который очень силен звездными футболистами, там и Филлени, и Витц, или, конечно же, Азар, который очень-очень перспективен и очень-очень силен. И многие другие футболисты действительно самого высочайшего статуса. Но вместе с тем, у этой сборной Бельгии нет опыта выступления на больших турнирах, и первый матч в группе, матч против Алжер, особенно в первом тайме, показал, что не хватает вот именно этого понимания, именно опыта. Во втором тайме как-то раскрепостились, заиграли, поняли, что ну просто-напросто сильнее, нужно обыгрывать Алжер, вышли и обыграли. Но в первом тайме было видно, что команда несколько зажата. Примерно то же самое было и у нас в матче с Кореей. Ну, опять же, сравните, я немножко отойду. Бельгия начинала раннее время для Бразилии, это совсем, опять же, совсем другая погода. И когда немножко стало попрохладнее, возможно, после первого тайма, это, возможно, я сыграл, Бельгия просто прибавила физически. И, конечно, от Алжира уже там было понятно, что Алжир не выдержит такой темп. Поэтому здесь опять сравнивать. Лучше пусть будет такой выбор у бельгийцев, когда у тебя есть выбор из суперзвезд, чем его не будет вообще. Ну, вот я говорю, ну, наши могут сыграть на этом, то, что ребята молодые у бельгийцев, они побегут вперед, и на этом мы должны сделать игру, как говорится, обыграв бельгийцев. Поймать на контратаке, быть спокойным, потому что для многих и был чемпионат Европы дважды. То есть люди опытные у нас. Ну, раз уж мы говорим о составе, у бельгийцев действительно там пруд пруди звезд, у нас так получается, что действительно очень равная команда, очень ровная команда, и суперстатусных игроков у нас, но по большому счету нет, будем называть вещи своими именами. И как все-таки Фабио Капелло, на ваш взгляд, будет строить игру против именно бельгийцев? Понятно, что бельгийцы, скорее всего, заберут мяч с первых минут, бельгийцы, скорее всего, будут играть первым номером. Наверное, соглашусь с вами, но я думаю, и для меня самого, как болельщика, интересно, кого поставит Капелло. Скорее всего, наверное, в первой игре, наверное, не сыграл на своем уровне Шатов, к сожалению, Кокорин не продемонстрировал лучших качеств. Возможно, чтобы сдержать центр поля, выпустить Дениса, который будет, как, грубо говоря, собака, все отнимать мячи и доставлять нашим нападающим. Возможно, выйдет с первых минут за Гоев, но и Каджаков, как я думаю, он заслужил играть в этой игре. Многих волнует, может быть, дилетантский такой, но все-таки важный вопрос. К сожалению, травму получил Роман Широков, и было понятно, что он и настоящий лидер, и настоящий капитан сборной. Сейчас-то кто капитан, понятно, Василий Березуцкий, кто лидер сборной? Вот именно по духу, именно в тех ситуациях, когда нужно взять игру на себя. Понятно, что у Василий Березуцкий не будет, как Франк Бекенбауэр, лететь через все поле и забивать, брать на себя игру. Вот кто сейчас может стать лидером сборной? По первой игре, можно сказать, это вся защита, вся центральная наша. Это Березуцкий, тот же Игнашевич, они лидеры, они провели очень серьезный матч на очень серьезном уровне. И, я говорю, выпали 2-3 игрока, и не удалось добиться положительного результата с Кореей. Сейчас, надеюсь, этого не произойдет, и, возможно, произойдут корректировки в составе, которые выпадут, ребята, они уже должны понимать, что уже отступать некуда, и должны приложить все усилия для победы. Матч против Кореи. Наши, так скажем, практически инсайды в этом матче, Жирков слева, соответственно, Самедов справа, наши крайние полузащитники, были не очень активны. Они были несколько не похожи сами на себя, потому как они достаточно редко брали игру на себя. То, что является их сильной стороной. Почему так произошло? И следует ли ожидать, что матчи против Бельгии, они будут более старательны, более активны, именно в атакующей фазе? Ну, здесь есть этому объяснение. Центр поля, кто играл в центре, не снабжали мячом крайних полузащитников. Второй момент, значит, они, как можно предположить, что тоже плохо открывались. Это все взаимосвязано. Центр не дал полузащитников, полузащитники, может быть, и не так активно открывались. И плюс Кокорин провел вообще на голодном пайке весь матч. Без мяча совершенно был весь матч. Ну, вот когда поменялся Дзагоев, он стал больше играть вперед, конкретно там над Дзагоевым, ну, ввел игру. Вот он показал себя лидером в том матче. Кстати, вы как нападающий считаете, кто сегодня выйдет сперкнет Кокорина или Киржаков? Вот это дилемма на самом деле. Киржаков очень так заявил, очень мощно, что он готов играть и готов в плане физически. Ну, как обычно. Александр, он умеет забивать, и мы видим, что он лучший бомбардир вообще в чемпионате России. Там уступает только, наверное, Блохино. В сборной России. 26 мячей, бесчастный прогноз. В сборной тем более. Я и по России имел в виду. Это да, но и в России... То есть он всегда нацелен. Я думаю, возможно, нужно выпустить уже и Киржакова в этом матче. Чемпионат мира. Очень много ошибок судейских. Лайнсмены часто недорабатывают. Очень много уже мячей было незащитно, которые были забиты по правилам. И мячей, которые повлияли на результат. Возможно, на чьи-то судьбы. Потому что Чемпионат мира для многих – это пик карьеры. Кто-то один раз туда попадает, и больше такой возможности не случается. На ваш взгляд, следует ли все-таки несколько переломить вот эту ситуацию, переломить ту ситуацию, когда футбол является самым консервативным видом спорта, и все-таки прийти к тому, чтобы система видеоповторов была актуальна не только для взятия ворот, но и для определения положения вне игры? Ну, много об этом сказано, написано и показано. Да, судя на Чемпионат мира, традиционно судят не очень, будем договорить, хорошо. А тем самым Чемпионат Европы совсем по уровню отличается, и по судейскому, и по футболу. Но я, наверное, соглашусь опять с вами, то, что видеоповторы – это уже нужно вводить, это необходимо. Но опять, здесь есть палка о двух концах, и если каждый останавливается по каждому моменту смотреть видеоповтор, уже получится не футбол, наверное, а так ближе. Ну, тут не совсем согласен с вами, потому что не такие уж большие возникают паузы. Паузы зачастую гораздо более серьезно возникают, когда кто-то начинает корчить повреждения очень серьезно и жаловаться на судьбу лежать. Ну, опять, они возникают. Здесь надо все четко продумать, я думаю, специалистов в этой области хватает, которые выведут, наверное, определенную формулу, которая поможет для футбола больше, там, для зрелищности или для чистоты в этом плане. — Мирослав Клоза вчера 15-й мяч забил на чемпионатах мира. Вот так получилось, что бразилец Роналдо свой 15-й мяч в Германии на чемпионате мира забил, а Клоза свой 15-й мяч на чемпионате мира в Бразилии. Но у Клоза, в отличие от Роналдо, есть возможность еще забить на турнире. На ваш взгляд, удастся ли это ему? — Все в его руках. Он выходит на замену и выходит так, что люб дорого смотреть. — Усиливая игру команды, наверное, процентов на 30. То есть каждый выход Клоза — это проблема для той команды, против кого он выходит. Конечно, у него есть будут шансы, и традиционно немецкие нападающие входят всегда в лучших бомбардиров. Так что школа работает немецкой хорошо, есть у кого поучиться и нашим. — Немного загадываю, может быть, наперед, но тем не менее, какой результат-то будет сегодня? Как сыграем? Какой счет? — Конечно же, положительно. И мы верим в нашу команду, конечно. И призываю всех болельщиков поддерживать. При любом исходе сегодняшнего матча. — Да. Чемпионат мира уже в самом разгаре. Что, может быть, в большей степени вам запомнилось на турнире? Ну, помимо, естественно, участия сборной России, помимо матча против Южной Кореи, который стал таким очень своеобразным, прямо скажем. — На самом деле, каждый матч — это просто фантастика. Приятно наблюдать. На самом деле, так не смотрел такой чемпионат мира. Все матчи смотрю, даже в ЮАР так не смотрел. Таких не было. Ну, там достаточно было спокойных матчей. Здесь что не матч, что зрелище. И много забитых мячей. И до последней минуты интрига сохраняется. Забиваются на последних минутах голы. Ну, вообще просто. В одном туре все лидеры выиграют, а во втором туре все проиграли дружно. Ну, практически. Тем самым интересен. Это чемпионат мира. Очень зрелищный. Очень смотреть приятно. — Да, смотреть приятно. Будем надеяться, что и сегодня будет смотреть приятно. И сборная России нас порадует. — Спасибо большое, Руслан, что пришли. Друзья, у нас в гостях был Руслан Пименов, бывший нападающий сборной России, участник чемпионата мира 2002 года. Обсуждали мы, конечно же, сегодняшний поединок против сборной Бельгии. Важнейший для нашей команды. Верим в победу. Надеемся на лучшее. — Да, Дим, большое спасибо. Будем верить в победу сборной России. Разумеется, кулачки держать за наших. Дмитрий Жичкин и его собеседник только что обсуждали. Ну, шансы нашей сборной сегодня вечером. Конечно, будем надеяться, что они для нас будут положительными. Продолжение следует...